Совершенно иную славу о себе оставил Сергей Мавроди, основатель пирамиды МММ. Его похоронили в субботу на Троекуровском в Москве, в обстановке секретности, в закрытом гробу. Борис Соболев объясняет, почему. Ему стало плохо поздним вечером на автобусной остановке в районе Савёловского вокзала. Случайный прохожий вызвал скорую. Приехавшие врачи застали Мавроди ещё в сознании. Он жаловался на боли в сердце, говорил, что трудно дышать. Будучи доставленным в близлежащую горбольницу, пациент потерял сознание и вскоре умер. Вот эта смерть на автобусной остановке, то есть у него ни машины, ни на что такси даже взять. Он действительно так жил? Ну, я уверен, что никакого притворства здесь нет, потому что в этом просто не было никакой необходимости. Ради чего заниматься здесь таким фиглярством, позёрством? Ему не нужны были деньги. Он искренен был, когда говорил, что деньги – это бумага. Ему интересно было, так сказать, овладевать вниманием людей, быть гуру таким, главой некой секты, можно и так сказать. Он изначально не признавал ни шестисотых мерсов, ни малиновых пиджаков, ни золотых цепей. За трапезный внешний вид не мешал Сергею Мавроди проворачивать такие аферы, которые другим новым русским и не снились. Чего стоит одна история с пропажей реестра вкладчиков МММ-94? Этих документов нет. Почему? Потому что Сергей Пантелеич их любезно решил предоставить сам. Договорился с АБЭПовцами, что он их сам доставит, куда им надо. Загрузил всё в грузовичок, и машина поехала. И исчезла. Потом приходит шофер и говорит, я вот вышел на минуточку, машину угнали. Потом ее нашли на свалке. Сгорела вся вместе с документами. После краха первой своей пирамиды Мавроди, помнится, спешно избрался в Госдуму. Через год он был лишен депутатской неприкосновенности. Через два объявлен в международный розыск. Еще через пять лет его поймали. По месту прописки. Оказалось, что все это время он жил в собственной трехкомнатной квартире на Комсомольском проспекте по подложному паспорту под фамилией Зайцев. Дальше был суд и тюрьма на четыре года. За решеткой Зайцев Мавроди пристрастился к писательству. Любимые темы. Зомби, апокалипсис, труположество. Когда по выходе в 2008-м на него еще свалились иски вкладчиков суммарно на 5 миллиардов рублей, в качестве оплаты должник предложил кухонную утварь, несколько стульев и свои книжки. Единственную квартиру, ту, что на Комсомольском проспекте, у него не могли отнять по закону. Пожалуйста, смотрите, после визита приставов, вот, все, что оставили, пустые полки, само уголовного дела. То есть, какой у меня смысл работать, у меня все изымается в доход государства, на выплаты вкладчиков, в этих исков гражданских, которых бесконечное количество. Он редко выходил на улицу. Чтобы друзья, родственники или какие-то женщины его посещали, никто не видел. Ночами Мавроди продолжал писать про всякую жуть или общаться с поклонниками в сети, а днями ел, спал, докрутил динамо. Так он называл свой любимый велотренажер. Вот, между прочим, хочу напомнить один момент. Когда было МММ, если вы помните, все, наверное, помнят, и все кричали тогда, ах, там, у нас бедные пенсионеры, неграмотные, он воспользовался неграмотностью, там, население. На Западе бы ему никто и цента не дал, там, все с молоком матери впитывают, что пирамиды, что там, бесплатный сыр, там, этот идиотский. Ну и что? И что показала жизнь? Это он о тогдашнем скандале с Берни Медофом, легендой Уолл-стрит, получившим за пирамиды строительства 150 лет тюрьмы. Мавроди был очень впечатлен размахом своего коллеги. Но вот его извинения на суде перед американцами не одобрял. Жалеть вкладчиков не по-пацански, объяснял выпускник матросской тишины. Если бы все можно было повторить, я бы действовал точно так же. Я ни малейшего угрызения совести не испытываю. Потом была не слишком успешная пирамида МММ-2011. Мавроди тогда решил перейти на интернет-технологии, но наученные горьким опытом россияне ему попросту не поверили. Выход нашелся сам собой. Начать и хмурять иностранцев. И чем дальше от России, тем лучше. Я вложил в МММ-глобал 200 тысяч юаней. Это около 30 тысяч долларов. Сейчас у меня на виртуальном счете, вот если все это сложить, почти в полтора раза больше. Всего за месяц, представляете? Весьма скоро Народный банк Китая объявил МММ вне закона. Сайты системы были закрыты, электронные платежи остановлены, наш собеседник, как и сотни тысяч других, остался ни с чем. Сходным образом, просуществовав около года, были запрещены МММ-ЮАР и МММ-Зимбабве. А вот в Нигерии, крупнейшем государстве Африки, отделения интернет-пирамиды, несмотря на все гонения, действуют до сих пор. В прошлом году даже проходили сообщения, что в иных нигерийских деревнях день рождения Мавроди отмечается как праздник. Интересно, как дело обстоит сейчас? Ты слышал, что в понедельник умер Сергей Мавроди из МММ в России? Туда ему и дорога. Да, все, кто уже слышал об этом, просто счастливы. Счастливы, что этот парень умер? Это серьезно? Да, все, кого я знаю, все потеряли на МММ. Никто не успел вовремя выйти. Лидер нигерийской общины Петербурга рассказывает, что его соплеменники, хоть и слабы в финансовой грамоте и доверчивы, как дети, зато сильны в колдовстве. Этого-то, дескать, покойный Мавроди и не учел. Представьте себе, что вам сказали. Дальше 100 рублей, через час будет 200 рублей. Кто не поверит? Все поверили. И за то, что много людей, особенно африканцы, пострадали его там, какой-то много кадуны может быть. И он умеет все. Слава Богу. И так Мавроди не стало. Всю неделю тело его не желали забирать из морга родственники. Родной брат, бывшая жена и единственная дочь, с которыми покойный, мягко говоря, не ладил. Говорят, младший брат даже запретил хоронить старшего в семейной могиле, где лежат их родители. В итоге за погребение великого комбинатора взялись некие анонимные вкладчики МММ-2011. Они купили престижный участок на Троекуровском кладбище за 3,5 миллиона рублей, положили своего лидера в дорогой полированный гроб, а сами спрятались вон в той красной палатке. Нанятой охране было приказано никого не подпускать к мероприятию ближе, чем на 100 метров. В общем, странные похороны странного человека. Прошу вас, следите лично. Варшавка-26, где когда-то располагалась штаб-квартира МММ, а теперь разные кафе и магазины. Так и недопущенная до тела группа друзей Мавроди устроила здесь свои альтернативные поминки. Но вот вас даже на похороны не позвали. Не обидно вас? Нет. Я понимаю, что они боятся вандалов, этого лишнего шума. То есть много все-таки, по-вашему, людей, готовых плюнуть на могилу Мавроди? Ну да. Те, кто проиграл по своей глупости, по своей жадности, вот как... Они, естественно, затаили обиду. Вот кто уж точно тогда проиграл, так этот простодушный актер. Маска Лени Голубкова, прилипнув к лицу, сломала ему всю дальнейшую карьеру. Из него пер этот талант, но он не знал, куда его применить. Я говорил, если бы я был министром финансов, я бы его взял себе советником. Браво, браво. Спеши слова, Леня. В душу запали. А это двойник Брежнева. Столько лет фотографировался с туристами на Арбате, копил по копейке на старость, чтобы в 2011-м вдруг взять и вложиться в виртуальные акции на сайте своего знакомца Мавроди. Пролетел как фанера над Парижем. По тем деньгам, если бы... И все потерял? До копейки. И после этого ваше мнение о Мавроди? Талантливейший человек. Талантливейший. Очень жаль, что он рано ушел. Я думаю, что он еще мог бы сделать многое. Ну и, наконец, знаменитая властелина Валентина Соловьева, считавшая в 90-х деньги даже не мешками, комнатами. Отсидела 10 лет за мошенничество и теперь едва сводит концы с концами. Нам нельзя быть богатыми. Среди людей нельзя что-либо иметь. Представь себе, если бы я уезжала на Мерседельс, каталась. У меня уже давно не было. Не было у меня давно. То есть вы считаете, он вынужденно играл роль такого бедного человека? Он не играл. Он не играл. Он уже смирился с тем, что он будет доживать вот так вот. Честно пытавшиеся соблюдать принцип, что об усопших либо хорошо, либо ничего, Борис Соболев, Елена Шаповал, Александр Евтушенко и Екатерина Фисенко. Вести недели.